Тульская область. Август 2014. Отремонтировано почти тысячи километров дорог регионального межмуниципального значения. До конца этого года будет построено почти 95 тысяч квадратных метров жилья. В новые квартиры переедут более пяти тысяч жителей области. Первый за 16 лет детский сад с символическим названием «Мечта» построили в областном центре. Очередь дошкольных учреждений региона сократилась почти в шесть раз – с 11 тысяч до двух. И все это за три года. Магия чисел – нет. Напряженная ежедневная работа и отсюда реальные дела. Отремонтированы детские сады, школы, новый спортплощадки, ремонт старых, давно забытых стадионов, благоустроенные парки и скверы, детские площадки, подарок губернатора, детям региона. Число установленных превысило три сотни. Большой спорт начинается со двора площадки. Акцент на места рекреации, зоны рекреации, места массы отдыха, это парки, скверы, наши бульвары. Чего стоит только лишь программа, по которой мы получаем бесплатно плитку от области, а муниципалитет должен найти только средственную укладку. Это качественно преображает наши города. В принципе, за три года видны изменения в плане улучшения жизни жителей Тульской области. Все это итоги перезагрузки, объявленные в регионе три года назад. А пока вернемся в 2011-й. Итак, пятница, 29 июля. Депутат Госдумы, автор громких законодательных инициатив, но малоизвестный в Туле, Владимир Грудев, бизнесмен, миллиардер, путешественник, в общем, человек, крайне разносторонний, назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Лучше один раз увидеть. Похоже, эта старая истина стала для губернатора руководством к действию. И знакомство с областью продолжилось. Ясногорский район стал первым, который посетил Владимир Грудев с рабочим визитом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Здесь он заложил первый камень – фундамент будущего животноуческого комплекса, одного из крупнейших в Центральной России. Потенциал очень высокий у сельского хозяйства. Но, мне кажется, в общем-то, не нужно быть пророком для того, чтобы понимать, что по отношению к Белгороду мы, например, проигрываем очень сильно. Липецкая губерния тоже, в общем-то, достаточно более развита. Тут есть чем заниматься. Знакомство с сельским хозяйством региона Владимир Грудев продолжил под Новомосковском. В поселке Маклец открыли крупнейший завод по производству комбинированных кормов. Его создали на базе уже работающего элеватора. Производственной мощности позволяли заготавливать до 130 тысяч тонн кормов. Но аграрии столкнулись с проблемой – нехваткой фуражного зерна. Оказалось, что не все радужно и у простых селян. Заукский район – поселок Нинашево, который прославился на всю Россию, когда жители пожаловались президенту, что детям негде заниматься спортом. Но, несмотря на распоряжение Дмитрия Медведева, спустя два месяца в Нинашево ничего не изменилось. Значит, проблему тоже предстояло решать новому руководству. Как и ситуацию с детским садом в этом же поселке. На все население он лишь один, и у того крыша протекает. Исполняющий обязанности губернатор обещает решить самые насущные проблемы. И обещание, надо сказать, выполнил. Но это будет позже. А пока череда трудовых будней, среди которых были и праздники. 2 августа. День ВДВ. Полигон в Слободке под Тулой. Праздник, как обычно, отмечают с размахом. Выставка военной техники под открытым небом, показательные выступления десантников. Владимир Груди в первом интервью признается, к этим войскам у него особое отношение. Я первый раз в таком качестве поздравлял воинов. Я сам в своей жизни тоже 12 лет служил в вооруженных силах. Поэтому для меня, как для нормального человека, это такой, знаете, почетный долг. Но это профессия. Просто вы должны понимать, что люди, которых мы сегодня здесь чествуем, это те люди, которые готовы умереть в любой момент, для того, чтобы мы с вами жили комфортно. А знакомство с областью продолжалось. Промышленность. Проблем хватало и здесь. Туломаш-завод – единственное народное предприятие в России. Владимир Груди посетил его за день до официального вступления в должность. Изготовление военной техники и гражданских товаров. Но все же главный упор предприятие делает на оборонзаказ. Главная трудность – нехватка молодых и перспективных. Таких предприятий, к сожалению, немного осталось. А очень приятно видеть, когда действительно народное предприятие управляется грамотно, эффективно. И, в общем-то, непростое для оружейников машиностроительное время. Не только не сокращает свое производство, а, в общем-то, и потихонечку развивается. С вами унтешительное наблюдение о положении дел в регионе. Владимир Груздев озвучил три недели спустя на официальном вступлении в должность. 18 августа его кандидатуру на пост губернатора утвердили депутаты Тульской областной думы. Инаугурация прошла в Кремле. Если в понимании человека благо – это наживо любой ценой, то он считает себя вправе воровать и мошенничать. Сверхзадача для всех нас – изменить это представление, помочь выйти из заблуждения тем, кому во времена перестройки эта губительная во всех смыслах линия поведения застлала глаза. А сделать это можно, опять же, только личным примером. Именно власть, то есть все мы, должны показать пример служения своей родной земле и своим гражданам. Только тогда мы сможем рассчитывать на уважение туляков. И в Тульской области была объявлена перезагрузка. Началась она с верхов. Первостепенная задача – формирование нового управленческого органа регионального правительства. Его состав выбирали, что называется, сообща. Впервые в истории России на сайте Народное правительство активные, а главное – компетентные жители предлагали свои кандидатуры. А туляки за них голосовали. По итогам интернета и уличного опроса, общения с экспертным советом и собеседований с губернатором определились лидеры. Правительство было сформировано. Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности члена правительства Тульской области. Соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Устав – основной закон Тульской области. И законы Тульской области – верно служить народу. На этом ноу-хау не закончились. Владимир Грудев стал первым тульским губернатором, который отправился в район области даже самые отдаленные, чтобы пообщаться с людьми. Объясняя это просто – все должны иметь возможность задать свой вопрос. А их у людей накопилось немало. Мимо нас газопровод прямо в дворике идет. Там живет сама глава, не к лицу носить крова. Мне нравится, что нам с бабушкой дали какую-то дряхлую квартиру. Такого все видно. Как на одной ноге, со слезами на глазах, прыгала до приемного покоя. Еще одно достижение главы региона и его команды. Тульская область стала одним из лидеров по открытости власти. Это признанный на федеральном уровне факт. Это значит, что в регионе созданы условия для эффективного участия жителей в процессах управления областью. В рамках портала «Открытый регион». За время его работы поступило более 8 тысяч обращений. Опыт перенимают и соседи. На днях планируем запустить в окончательном формате этот портал на тестовый период, где-то месяц. Для того, чтобы люди смогли протестировать новую версию. Это практически уже сегодня не портал, а целая электронная система управления Тульской областью. На сайте «Открытый регион 71» тулики могут внести предложение или жалобы по любым вопросам, начиная от состояния дорог или несвоевременного вывоза мусора до здравоохранения или инвестиционной политики. Кстати, об инвестициях. Объем иностранных вложений, поступивших в регион в 2013 году, составил более 1 миллиарда долларов. Увеличился по сравнению с 2012 годом в 6 раз. Это пятое место в Центральном федеральном округе. Для региона это своеобразный рекорд. За три года Тульская область стала действительно привлекательной для инвесторов. Это признает и Федеральное агентство стратегических инициатив. Достойно обстоит ситуация со снижением административных барьеров. Это показал национальный рейтинг регионов, который был по поручению президента проведен в ряде пилотных регионов. Их 21 было. И на Питерском форуме он был представлен. Тульская область заняла шестое место. Это очень хорошее место, я считаю. Тем более, что регионы все были сильные. В этом году в Олексинском районе завершен инвестиционный проект по строительству уникального кузнечно-прессового производства в поселке Суходол. Стоимостью 6 миллиардов рублей на 500 рабочих мест. В Туле начата реализация инвестиционного проекта комплексного развития территории «Новая Тула». Проект предусматривает строительство 1 миллиона квадратных метров жилья и всей необходимой социальной инфраструктуры – парковок, административно-офисных зданий, детских садов, школ и магазинов. А еще создание промышленных зон для размещения производственных и логистических предприятий. Новый микрорайон рассчитан на 20 тысяч жителей. Планируемый объем вложений в инфраструктуру около 3 миллиардов рублей. Кроме этого, активно ведутся работы по созданию шести индустриальных парков Тульской области, в частности Узловского, площадью свыше 2000 гектаров. Символический камень под его строительство заложат 25 августа. Уже точно известно, что именно здесь по планам в 2017 году откроется завод «Грейт Волл» по выпуску автомобилей. На этой неделе был подписан договор между Корпорацией развития Тульской области и «Хайвелл Мотор Мануфэкчерин Рус». Начальник компании «Грейт Волл» окупили продажи для этого земельного участка. Стоимость инвестпроекта – 18 миллиардов рублей. Планируется, что на заводе будет производиться 150 тысяч автомобилей в год. Это позволит создать около 2,5 тысяч новых рабочих мест. Народный бюджет – еще одно ноу-хаус, работавшее в Тульской области с приходом Владимира Грузева. Народный бюджет сразу завоевал популярность у жителей области. За него они хватались, как за соломинку. Ведь для жителей села это была чуть ли не единственная за много лет возможность отремонтировать протекавшую годами крышу, заменить водопровод, благоустроить территорию. Начинали в 2011 году с 17 миллионов. За три года финансирование программы увеличилось в 22 раза. В этом году на народный бюджет было выделено 375 миллионов рублей. Впервые в распределении средств смогли участвовать и городские жители, как, например, ефремовцы в этом доме. На улице Дружбы благодаря народному бюджету к сентябрю появится новая крыша. Люди довольны, потому что крыша была очень плохая. Каждый год ремонтировалось, но в то же время 50 лет. Что говорить об этом? Этот проект одним, наверное, из самых знаковым с приходом губернаторов. И уверен, что туляки за это говорят. И не только за это. Огромное спасибо Владимиру Сергеевичу Груздеву. Спорт. И еще одна победа. У туляков стало модным заниматься спортом. Будь то игра в волейбол, прогулка, на роликах или велосипеде в центральном парке, или утренняя пробежка. По сравнению с 2011 объем средств бюджета региона, выделенных на развитие физкультуры и спорта, вырос в 2012 году в 20 раз и в 2013 в 30 раз. Большое в малом. Губернатор сдержал обещания. И у школьников из поселка Нинашево-Заугского района наконец появилось футбольное поле, где мальчишки смогли гонять мяч. Как и их сверстники на 30 мини-стадионах, 50 универсальных площадках в разных районах области. Три фока. Теперь эту аббревиатуру в области хорошо знают. появились в Сокольниках, на Суворовской и Олексинской земле. В этом году продолжается строительство подобных спортообъектов в семи районах. Поставили, наверное, на должный уровень весь тульский спорт, начиная от детей, от самых маленького возраста и кончая элитой. Арсенал. Еще три года назад даже самые ярые болельщики не верили в новую жизнь футбольного клуба, как оказалось зря. Начав буквально с ноля, Канонира, что называется, выстрелили. За три года пройдя непростой, полный тренировок, матч и путь в премьер-лигу. Без преувеличения, историческое событие не только для клуба и спортсменов, но и для всех туляков. А они уверены, победы придут. Не менее значимые перемены происходят и в культуре. Тульская область должна стать интересной для туристов. А посмотреть в регионе есть на что. До наших дней дошло огромное культурное наследие. Более трех с половиной тысяч памятников. Среди них Тульский Исаакий, уникальный собор на главной площади Епифания. Величественный памятник архитектуры, этот собор и в каком виде, в каком состоянии он был. И сейчас начинаются реставрационные работы. И это огромный-огромный плюс. Я представляю себе, каким центром притяжения это станет для туристов в будущем. И, конечно, сердце Тулы. Тульский Кремль единственный, который ни разу не пустил на свои стены врага. Всего за три года древний памятник преобразился. Работы по его возрождению, кстати, впервые за 300 лет начались в 2012-м, когда этот проект вошел в федеральную целевую программу. Кроме этих средств, финансирование шло по областной программе. Плюс был создан специальный фонд возрождения Кремля, куда современные благотворители, меценаты и просто неравнодушные жители области активно перечисляли средства. На эти деньги, в частности, восстанавливали колокольню Успенского собора. Когда-то она была доминантой города. Если Успенский собор Кремля 48 метров высотой, то колокольней было более 70. Ее видели отовсюду, и все улицы Старой Тулы замыкались на ней. Теперь все, как было много лет назад. Колокольня с тремя звонницами и часами в конце июня на нее установили шпиль. Много уже сделано, не меньше предстоит сделать. Планами делился губернатор на первой в истории тульского телевидения прямой линии с главой региона. Более двух часов Владимир Грудев отвечал на вопросы простых туляков. Телемосты со студией работали из шести точек области. Откровенные вопросы и не менее откровенные ответы. Хороший такой вопрос. А какая у вас мечта? Мечта? Знаете, заканчивая, может быть, нашу передачу, я... Вот нашу встречу. Я хотел пожелать, во-первых, всем тулякам здоровья. Почему я говорю именно о здоровье? Потому что это тоже часть моей мечты. Я очень хочу, чтобы демографический крест, который был в Туле, который начался в 80-м году, когда количество умерших превысило количество рожденных, мы, к сожалению, пока находимся в этом состоянии. Вот моя мечта – это, чтобы демографический крест развернулся в обратную сторону. Чтобы количество туляков было больше, чем тех туляков, которые уходят от нас. Ну, это, может быть, звучать несколько, как сказать, наигранно. Но на самом деле, поверьте мне, это действительно то, о чем я думаю. И то, что меня очень сильно беспокоит. Почему? Потому что, наверное, эффективность власти и эффективность работы команды, команда, она складывается от того, как больше или меньше стало тех жителей, на которых ты работаешь. Поэтому я очень хочу, чтобы жителей стало как можно больше. И тогда это будет как раз та оценка моей деятельности и оценка деятельности той команды, с которой я работаю, и тех начинаний, которые у меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!